Мир вам, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я верующий христианин православный. Ищу кому рассказать о Христе, о вечной жизни. Я вот сам верю в вечную жизнь. Ну, я считаю так, что, в принципе, каждый верит так, как он считает нужным. Кто-то ходит в церковь, кто-то не ходит, кто-то молится, кто-то не молится. У кого-то в сердце это есть. Кто-то может выказать, кто-то показать, а кто-то не может этого выказать. Ну, я услышал, что вы думаете. Но это же нонсенс. Это не может быть, это утопия. Мало ли кто что может думать. Есть знания на Земле, которые мы учим, заучиваем. И стараемся, ну, на работе, вот каждый из нас работает, зарабатывает чем-то. Даже бандит, он убивает кого-то. Ему надо как-то уметь это сделать. Или там с оружием разбираться, или куда ударить человека. Ну, и потом дальше убежать, как-то там схитрить. Это я самое плохое беру. А если брать нужное, там, допустим, физики, ядерщики. И я вообще не верю в то, что кто-то там что-то будет из них думать. И вдруг додумал. Эйнштейн, он не просто думал, он думал уже на основе тех идей, тех теорий. Не говоря уже о теоремах доказанных, которые были на Земле. И пришел к выводам только поэтому. Потому что хорошо, очень хорошо знал то, что было до него. Он это ничего не отвергал. Он, наоборот, стремился даже преподавателям своим рассказать. А вот, допустим, мы здесь учим вот так-то, а молекулы уже преподают. Вот там они тогда молекулы. Это была теория, не теорема молекулы. А мы сейчас знаем молекулы. Что нам молекулы? Мы уже самые мелкие частицы знаем. Еще меньше, чем молекулы, уже в миллиарды раз. Так что, нет, без знаний никуда не дойдешь. Вот я Святое Евангелие проповедую. Вот Святое Евангелие, это уже знание. Если вы возьмете Новый Завет, у вас будет столько знаний, что все, что вы сейчас перечислили, о чем там думает человек, вы возьмете просто и забудете крепко-накрепко. Вы будете только над какой-нибудь одной мыслью Христа долго думать. Допустим, блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом. Нищим всегда плохо быть. А он говорит, вы блаженны. А блаженны, это значит, вечно счастливы. А вечно счастливы, это уже вечная жизнь. Значит, а кто может вечную жизнь дать? Ну, только Бог. А за что мне вечную жизнь? Я что, хороший или что? Вот за то, что ты уверовал во Христа, принял Его заповеди, исполнял их всю жизнь, старался там, трудился, молился, исповедовался, любил ближнего своего, не курил, не пил, не блудил. Вот так мирно жил, никого не обижал. И вот тебе Христос, так как Он так же жил, и Он тебе даст вечную жизнь. Это по Его словам. И все, и больше ничего нет. А там кто-то что-то думать будет еще. Некогда. Некогда думать. Все надо исполнять только. Для этого нужно читать Евангелие, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Прочитав Евангелие, нужно уверовать во Христа и креститься троекратным повреждением в воду руками истинного православного батюшки. Истинного православного батюшки. Не католик, никто. Только православный. Католики отошли от православия в 1054 году, поэтому католики еретики. Так что... Да, и все. И дальше в церкви человек живет в церкви. Не то, что как у нас попы тут сейчас сделали хитро. Человек там помочили там его, покрапили, деньги забрали. Не-не-не-не-нет. Никаких денег в церкви нету. Церковь это бессеребреница. Как только деньги пошли в церкви, все можно сливать воду и уходить из этой церкви. Нету ее, этой церкви. Церковь это Христос. Это тело Христа. Вот мы все тело Христа как бы образуем, нам говорит нам апостол Павел. Мы органы церковные. Ну так это в Священном Писании говорится, поэтому я ничего не придумываю. И мы должны быть, допустим, кто-то глазом, кто-то рукой, кто-то пальчиком, кто-то накоточком, кто-то волосинкой одной. Но мы должны быть в церкви. И все должны служить в церкви. Священники должны учить людей, а приводитель должны мы, миряне, не священники. Мы должны беседовать с людьми, по городу ходить. Вот мы ходим по городу, распространяем. Вот у нас визитки такие. Сейчас. Вот. Это вот батюшка у нас здесь крестит. Вот это крещение у нас проходит. В пруду полным погружением. Это вот у нас тут братья и сестры, которые уверовали, некрещенные еще будут погружаться, троекратным погружением. Это у нас тут скайпы наши и наши всякие ресурсы. Желание, если есть, заходите на наши ресурсы открытым оком во свете Библии. У нас там 13 тысяч роликов о жизни нашей. Прям тому будете видеть, как мы молимся, как мы отдыхаем, как мы благовествуем в разных городах. У нас были путешествия большие миссионерские по Европе, полностью по всей стране нашей России. Даже на Украину успели заехать. В 2013 году прям проскочили мимо этих всех дел событий. Успели там поблаговествовать, рассказать о Христе, о вечной жизни. Ну, что люди как бы говорят, а мы знаем Христа. Ну, Христа знаете, а то, что им надо исполнять, не знаете. Многие Христа знают, но когда, как говорится, Евангелие от Матфея в 25 главе, Господи, Господи, когда он закроет дверь перед ними, ты на наших улицах учил нас, мы ели рядом с тобой. Он говорит, никогда не знал вас, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Вот так вот. Так что знать Иисуса Христа, это еще мало. Надо в истине исповедовать его. А как получится, это уже сложно. Вот видишь, это я с бородой. Это потому, что Христос заповедовал быть всем мужчинам с бородами. И вот должны стричься, вот мы, мужчины, а женщины должны волосы растить и быть в платках. У нас штаны, у женщин юбки, а в штанах не должны ходить. Ну и так далее. Это все уже заповеди Божии. Мелкие, это мелкота. Очень один вопрос. Интересно тогда. Хорошо. Если мы христиане и веруем в Иисуса, мы, получается, мы крещенные, верующие люди, но Иисус Христос, он же был иудеем. Но он пришел для всех людей. Разницы нету. Просто иудеи, это и богоизбранный народ. И они только... Нет, просто я веду к тому, что у иудеев, да, у них принято отращивать бороду, как-то так вести. Но неужели, не может быть, я считаю так, что Бог, он в принципе, верование в каждом из нас. Как бы оно бы ни было, если человек верит или нет. Ну, мы все веруем по Библии. А Библия, вот она одна. Вот она одна, и другой Библии нету. Вот она у меня. Библия лежит на столе всегда. Вот Библия. Я прочитал ее 23 раза насквозь. 1500 с лишним страниц. Вот Библия. 77 книг. Синоидальный перевод. Наш русский перевод. Перевели на русский язык. Слава тебе, Господи. В 1876 году закончили его. 40 лет переводили для нас. Наши святые мужи и благочестивые. Ну, слава Богу, перевели. И все. И теперь вот она, одна Библия есть. И все, читай эту Библию, и там все написано. Не надо придумывать ничего. Я считаю. У меня вообще... Я не говорю вообще, я считаю. Я говорю, Библия написано. А я что могу сам считать? Я вообще ничего не знаю. Меня бы не научили в геологии, я бы не понимал, как искать полезные ископаемые. Откуда бы я знал. Я сейчас с людьми встречаюсь. Для меня это как два пальца об асфальт разведка земли. А люди вообще не понимают, что... Они даже не могут геологию произнести нормально. То археология, то какой-нибудь палеонтология придумают, то еще что-нибудь. А я просто геолог. Можно и с геодезистом перепутать. Учился. Учился, учился. Вот 5 лет учился. 35 лет уже работаю. И вот, ну, что-то могу. Что-то понимаю. А в другом я вообще ничего не понимаю. Допустим, как это вот татом они расщепили. Я вообще не понимаю. Не могу дойти. На меня не доходит. Я специально смотрел это все. Но моих знаний просто не хватает. Для того, чтобы расщепить атом. Даже в мозгах. Вот как намыть тонны золота, я тебе подскажу. Или платины. Не просто подскажу, а так покажу, что ты больше даже намоешь. Алмазы как найти. Я тоже это могу. Да. Серебро. Да, да, это можно. Это я в голове представил уже. Все. И у меня уже тонна лежит здесь. А вот расщепи атом. Маленький атом. Все. У меня в голове чернота. Не понимаю. А ты говоришь вера. Думать о вере еще. Я думаю. Нет. Это тебе все кажется. Называется самомнение. Иногда пути человека кажутся прямыми, но это путь прямо по гибель. Говорит Слово Божье. Поэтому это только кажущаяся. Мы часто о себе мним больше, чем мы есть на самом деле. Господь говорит, не мните о себе возлюбленные. Это даже больше не мы мним. Это наш... Можно даже сказать, что нас нечестно ведет к этому. Ну, это... Есть же грех. Ну, самомнение, гордость. Ничего тут такого нет. Это обыкновенное. Ну, я вот хоть и верующий, а самомнение меня постоянно посещает. Идет, приходится идти со временем каяться. Я просто, ну, верующему дано понять, что я грешу. Поэтому, чтобы самомнения не было, вот приходится выходить вот и в чатрулетку, и на улицу. А там меня обматерят, обкастерят. Еще там это... Пацани-то маленькие там обложат матом. Посмеются надо мной там и так далее. Плюнут даже. Ну, в общем, и ты на место становишься, что ты, ну, простой человек. Тебе Господь даровал это, значит, иди и трудись, раз уверовал. А не уверовал, так тогда... Можно лежать на диване телевизор смотреть целыми днями. Все равно помрешь. Ну, охота Царства Небесного. Господь мне это показал, что Он есть. И что будет тебе Царство Небесное? Будет. Ну, я с детства, с малолетства не хотел умирать. Даже и пионером был. Еще там, и меня даже в больницу ложили, что... Я протестовал против смерти. А никто не мог сказать. Я всех взрослых спрашивал, как не умереть. Маму спрашивал. Добивал там всех. Они меня ничего лучшего не могли, как куда-нибудь там этот... К врачам отвезти. Они там меня успокаивали. Укольчиками, да таблетками. Ну, все нормально будет. А я плачу, и плачу. То ли увижу, кто-то поумер там, или то по телевизору, и все. Не хочу умирать, и все. А потом только Христос через Библию показал. Я единственный, кто могу тебя спасти. И я в это поверил. Потому что Господь, Он радость, Он счастье. Он мне когда это говорил, я был счастлив. Да нельзя. И теперь я хочу на небо очень сильно. И поэтому все исполняю, что написано в Библии. От себя я ничего не добавляю. У меня нету просто своего ничего. Меня даже не любят за это многие. Там, ну, и плюют даже. Ну, плюют и плюют. Дураком называют. Ну, и ладно. У меня Библия есть. А вы попробуйте сами прожить. Как он, Ленин со Сталином. Попробовали прожить без Бога. Ну, и что получилось. В 91-м году дружно всей страной отказались от этого поганого коммунизма. И все. Всей страной дружно. А теперь думают, как-то, как рухнул коммунизм. 18,5 миллионов коммунистов было. Ребята, ну, это все просто. Просто вы надоели Богу уже. И Господь показал людям. Чуть-чуть правду приоткрыл. Вот так вот. Чуть-чуть щелочку. Люди как посмотрели. Так это же звериная рожа. А не лик человеческий. Коммунизм этот. И все. И отказались. Я-то те времена помню. Я уже в Бога веровал. Уже от коммунизма отказался. Я уже тогда проповедовал о Христе в 91-м году. Говорил, что Библию надо читать. А не коммунистический союз молодежи. Уставы эти. Очень хорошо. Я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего здоровья. Продвижение ваших идеологий. Проповеди. Но это как бы не идеология. Идеология у нас религиозная. Идеология подойдет. А вам это тоже здравие духовного и телесного, дай Бог. Чтобы вы не отошли без Христа в могилу ни в коем случае. И как только начнется что-то со здоровьем, меня вспоминайте. И вперед к Библии. И Господь даст вам все, что нужно. Он вас просто так не отпустит на тот свет. У вас большой потенциал. Потому что вы... Ну, ответы, понятно, у вас свои. Но Библию вы обязательно прочтите. Обязательно. Когда прочтете, вы тогда поймете, что я тут говорил. Много так и страстно. Ну, поймете. У Бога странные мысли. Они на наши вообще не похожи. Ну, все, с Богом. С Богом. Я не тороплю, нет. Всего доброго. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир тебе. Я православный христианин. Рассказываю о Христе, о вечной жизни, о спасении души. Для этого нужно Евангелие читать. Новый Завет. Вот погляди, видишь, вот книга. Новый Завет. С толкованием. Мир вам. Слышно вам меня? Я верующий православный христианин. Рассказываю об Иисусе Христе, о вечной жизни. А Бог тебя сотворил не для того, чтобы ты так говорил о себе. А чтобы ты узнал, для чего ты живешь. И тогда ты очень будешь даже доволен этой жизнью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти тебя как раз от того, что ты не любишь жизнь свою. Ладно, извините. Ты должен Евангелие прочитать, слова Божьи. И понять, для чего ты сотворен Богом. Тебя родители-то родили не просто так. Ты же не сам себя сотворил, правильно? Родители тебя сделали. А родителям указание дал Господь. Плодитесь и размножайтесь, сказал Бог, когда сотворил все. И по любви, по великой, ты был рожден. По великой, ты дар великой любви. Ты должен понимать это и ценить. И в первую очередь почитать своих родителей. Это один из заповедей Божьих. А ты так говоришь о своей жизни. Разве можно? Это ты мать и отца не уважаешь тогда. Ты любишь отца с матерью-то? У меня мама умерла, а отец пропал туда. Ну все равно, у тебя какие-то чувства есть к этим людям или нет? Да. Если чувство благодарности, то ты на правильном пути стоишь. И еще не все у тебя потеряно. Ты еще молодой парень, ты должен любить трудиться. Ты где работаешь-то вообще? Я не работаю. Ну, по тебе видно, что ты не работаешь. Я никуда не работаю. Я понял. По тебе видно, что у тебя нет желания никакого. А ты должен полюбить любую работу. Даже туалеты чистить, ты должен с великим желанием их чистить. Вот у нас, допустим, в Сибири, вот здесь я на Алтае живу, этим делом занимались китайцы. Они здесь остались после революции. Много китайцев у нас было. И они занимались, их называли золотари. Не то, что они золото ищут, а то, что они туалеты выгребали и делали из этого гумус отличный. И отдавали, продавали его за еду, за деньги. И жили отлично. И они прям с лошадями везде, бочки такие у них. И они ездили тут у нас по городу, по дорогам, тогда еще не асфальтированным. Подъедут и можно у вас в туалет вычистить? Люди, о, конечно, конечно чистите. Там же воняет. Они оденут маску. И такими черпаками, раз-раз, быстро так. Я только видел, как они проезжали. Я еще маленький был. Мне рассказывали, мама, бабушка рассказывали. Такие трудолюбивые. И они такие радостные всегда. Ну, они плохо по-русски разговаривали. И все у них было нормально. А детишек мало-мало, меньше, целые кодлами. А потом все уехали, кто куда, ну, кто на родину уехал. Больше всего на родину уехала. А ты говоришь, работа. Вот тебе и самая поганая работа вонючая. А оказывается, самая добрая. И Господь говорит, заповедь первая в раю. Трудитесь. Адаму сказал, после того, как Ева согрешила, Адам пошел за ней. И Бог сказал, проклята земля за тебя. Поэтому будешь в поте лица своего, есть хлеб свой. И поэтому трудись, трудись и трудись. Я вот работаю геологом в тайге постоянно. И мне очень нравится моя работа. Немножко тут заболел, так не был там лета. Так прямо аж соскучился. Думаю, побыстрее бы в следующий сезон. Быстрее в тайгу. Искать полезные ископаемые для людей, чтобы интересно было. Тебе надо идти учиться, встряхнуться немного. Ты брось курить, это завеса дымная, она тебя губит. Начни читать Евангелие. Вот гляди, вот книга Новый Завет. Видишь какая? Новый Завет называется. Вот найди эту книгу Новый Завет. Или Библию. Вот Библия, книга. Эта книга настольная каждого человека должна быть. Там рассказывается о том, как Господь сотворил нас с тобой. И даровал нам радость жизни, должна быть радость. А ты правильно, курением забьешь ее, еще поди алкоголь употребляешь. Употребляешь алкоголь-то? Нет. Нет, не пьешь? Нет. Ну тебя видишь, Бог как хранит. Ну зато на курении сколько здоровья потратишь. Бросай, бросай это дело грязное, курение. Помолись Иисусу Христу. Хочешь, я за тебя помолюсь сейчас Иисусу Христу? Гляди. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тебя как звать? Вячеслав. Господи, сделай рабом своим. Этого Вячеслава, который в грешной этой жизни решил, что она ему неприятна. Помоги, Господи, осознать ему, что жизнь ты ему даровал для того, чтобы он мог полюбить тебя, Господи Творца. Найти здесь, на этой земле, смысл жизни и наследовать Царство Тое Небесное, вечную жизнь. Которую наследуют очень многие, те, кто последуют за Тобою и будут исполнять заповеди Твои. Да будешь ты благословен во веки веков, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну вот все, я начал, а теперь ты Иисусу Христу молись. Умеешь креститься-то правильно? Вот, видите, сначала на лоб, потом прям на пуп, на пуп, на пуп. Потом на правое плечо и потом на левое плечо. Вот, вот так. И все, и проси все, что пожелаешь, только доброго. Никого нельзя обижать, нельзя блудить, пить, курить, материться, воровать, завидовать. Нельзя никому. И все. И начинай трудиться над собой. Первым делом бросай курить и найди работу. И работу можешь любую найти. И ты должен полюбить эту работу, полюбить прям. Стараться сделать что-то. Вот как у меня приехал брат один. Я в бригаде работал строительным бригадиром отделочников. И он только дрова умел колоть из деревни. Больше ничего. И я ему начал учить его работать шуруповертом. Он себе все пальцы поисколол шурупами. А потом, через некоторое время, месяца-через два, у него вообще начало отлично получаться. И он потом, до сих пор меня сейчас благодарит, купил себе уже второй или третий шуруповерт, я уже не знаю, там. Уже начал дорогие покупать шуруповерты, бошевские. Там рублей по 9 тысяч где-то, вот так. И все, и везде сейчас применяет, и все, и радуется жизни. И денег зарабатывает на этом, и все остальное прочее. Надо найти себя. Посмотри, кто у тебя друзья. Может, они где-то работают на стройке, отделочниками. Где-то там еще, может, на лесозаготовках и так далее. На лесопилорамах. Ты где сам живешь-то? Я понял. Ты сам где живешь-то? В каком месте? В лесистом, нет? Ну да, в лесистом. Ну вот. У вас там должны быть такие вещи, как лахты, там, пилорамы и так далее. И начинай трудиться. И главное, Бога попроси Иисуса Христа о том, чтобы у тебя жизнь изменилась. Чтобы ты так не относился к жизни наплевательски, что, а, мне там, эта жизнь. Это очень великая ценность. Вот если бы ты стал братом мне во Христе, я бы тебя влюбил как мать родную. Ты мне так дорог. Мне сейчас-то твоя душа дорога, чтобы она не пропала, никуда не ушла. Написано так, праведник, который спасет хоть одну душу, спас свою.